Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея в рамках библейского портала экзегет.ру 16 глава И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Рот лукавый прелюбодейный знамени ищет, и знамений не дастся ему, кроме знамения ионы пророка, и, оставив их, отошел. Вот в этом небольшом отрывке мы видим очень важные слова нашего Господа о лицемерии фарисеев и саддукеев. Что значит лицемерие? Речь идет о том, что фарисеи и саддукеи понимали, что перед ними истинный мессия, священный царь, который пришел для спасения рода человеческого. Господь это доказывает на примере, взятом из природы. Подобно тому, как для всякого человека очевидно, что если закат багровый, то утром будет дождь. Точно так же для всех очевидно было, что по тем чудесам, по тем беседам, по той силе, которую являл Господь наш и Спаситель Иисус Христос, Он является посланником Божиим, Он является Сыном Божиим. Но именно нечестие фарисеев и саддукеев не смирялось с тем, что это так, и они всячески старались отвергать то, что Иисус есть истинный мессия. И вот поэтому Господь отказывает им в знамении. Он говорит, что знамение ищет только род лукавый и прелюбодейный. Какие нужно еще было знамения дать фарисеям и саддукеям, иудейскому народу для того, чтобы доказать, что Он есть истинный мессия. Поэтому Господь ссылается на важнейшее знамение, которое будет позже, которое убедит очень многих, что Он есть истинный Спаситель и Христос. Это знамение воскресения Его. Он ссылается на знамение Иона и Пророка, подобно тому, как этот Пророк был во чреве Китове три дня и три ночи, так же и Господь наш. Три дня будет в сердце земли три дня и три ночи. Но прав Господь, что не дал знамение фарисеям и саддукеям, потому что и воскресение Христово не помогло, оно не убедило их в том, что Он есть истинный, пришедший во плоти Бог. Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Разумев, то Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Наверное, самое важное ответить на вопрос, что из себя представляют закваски фарисейской и саддукейской, и почему нужно их беречься. Вообще закваска в древнем мире это не наши дрожжи, это нечто жидкое, мутное, то, что вливалось в муку. Добавленная в муку закваска, соединенная с водой и солью, тотчас преображала материю. То есть, это уже была не мука, не вода, не соль по отдельности. Это было нечто, то, из чего закваску уже не представлялось возможной вытащить. И мы знаем, что если поместить заквашенную муку в определенные нужные условия, то вскисает тесто, оно поднимается и готово для выпечки. Но сама по себе закваска, она малозаметна. Точно так же, как незаметно фарисейское и саддукейское учения на ранних порах. Важно, что в самом Евангелии Христос, это будет в Евангелии от Луки в 12 главе, объяснит, что закваской фарисейской является лицемерие. А что такое закваска саддукейская? Учитывая то, что саддукеи имели определенный взгляд на Тору, на Ветхий Завет, как мы его называем. То есть, то, что их устраивало из этого Ветхого Завета, они брали для себя. То, что не подходило для их мироощущения, они отвергали. И в данном случае тут отвергалось и воскресение мертвых, и существование души. С другой стороны, саддукеи спокойно смотрели на те нововведения, которые вводились благодаря общению с римским государством. То в данном случае у толкователей есть объяснение, что закваска саддукейская есть плотоугождение и свобода мысли. И вот если мы рассудим, то, пожалуй, действительно получается, что это очень важные, опасные духовные бациллы, закваска фарисейской лицемерии и саддукейская, плутоугождение и свобода мысли. Впущенные человеком в свое естество, в свой ум и в свое сердце, они, пожалуй, лишают его самого главного, на чем зиждется спасение. Христос не случайно сказал «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А человек лицемерный и человек свободолюбивый, он не имеет необходимости каяться, ему кажется, что ему каяться не в чем. Лицемерие как раз и заключается в чем? В том, что человек видит себя праведником, и поэтому ему не нужен Бог, ему не нужно то спасение, которое приносит наш Господь. «Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Вот здесь мы видим, что для нашего Господа было очень важно, уже мы говорим о втором годе общественного служения, узнать, за кого почитают его люди. И те ответы, которые произносят апостолы за Иоанна Крестителя, за Илью, за Иеремию пророка, свидетельствуют, что Господа почитали высоко, но абсолютно неправильно. И тогда Христос на фоне этого неправильного исповедания со стороны народа спрашивает апостолов, ему тоже очень важно узнать, вы за кого Меня почитаете? «Симон же, Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю тебе, Ты, Петр, и на сем камнях я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никто не сказывал, что Он есть Иисус Христос. Мы видим, что на фоне неправильного исповедания апостолы правильно исповедуют Его Сына Человеческого Сыном Божиим. Очень важен ответ апостола Петра. «Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Важно, что в греческом тексте оба слова «Христос» и «Сын» стоят с определенным артиклем. А это, по объяснению толкователей, в частности, блаженного Феофилакта, свидетельствует о том, что Петр исповедует, что Иисус есть носитель божеской сущности, божественной природы. И ответ Господа «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Почему так Господь обращается к Петру «сын Ионин»? Вот здесь объяснение в контексте уже начатого нами ответа. Господь как бы так говорит «Да, Симон, действительно, точно так же, как я сын Бога Живаго, ты сын Ионы». А дальше мы видим, что Господь ублажает Симона за это исповедание. Почему ублажает? «Потому что не плоти кровь открыли тебе, но, Отец мой, сущий на небесах». В данном случае Господь говорит о том, что исповедать его Сыном Божиим нельзя через человеческую логику. Нельзя прийти к этому своим плотским ударованием. Это можно сподобиться только откровению от Бога. А откровение человек сподобляется за смирение, которое он имеет в душе. Поэтому Симон называется блаженным. А дальше Господь продолжает обетование великие Петру произносить и говорит «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «Петр», как мы знаем, переводится именно как «камень». И в данном случае Христос ублажает веру апостола Петра. Она, если будет такой твердой, как камень, то тогда на этом камне будет стоять церковь до скончания века. И врата ада не одолеют ее. Что понимать под вратами ада? И здесь исследователи тоже дают нам возможности двойного толкования. Вообще в древности небольшие города представляли из себя крепости. Крепости, которые имели одни единые ворота, перед которыми обычно была площадь, на которой собирались старейшины. Там выносились самые важные советы, суды, принимались решения по жизни этого небольшого городка. В данном случае, если под адом подразумевать такой город, куда попадают пленники, то, наверное, под вратами ада нужно понимать утверждение, что никакие самые злостные ухищрения против церкви и против верующих не смогут одолеть церковь. В этом смысле мы понимаем то, что никакие ереси никогда церковь не одолеют, если она будет стоять на исповедании, как на камне, что Иисус есть истинный, пришедший во плоти Бога. С другой стороны, под вратами ада некоторые понимают смерть, поскольку в Ветхом Завете всякий человек приходил в ад, и входил он через смерть. Поэтому в этом случае врата ада могут обозначать никакие самые страшные гонения, никакая смерть не сможет повредить церкви, если она будет стоять на этом великом исповедании. Дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, это будет связано на небесах, что разрешишь на земле, это будет разрешено на небесах. Это очень великое обетование, конечно, через символ, то, что апостол Петр будет иметь ключи, которые будут открывать Царство Небесное, то есть вход в вечную блаженную жизнь. Ну, а под словами свяжешь на земле, будет связано на небесах, разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Толкователи все как один понимают слова или учения о том, что апостолам дается нашим Господом власть прощать и разрешать грехи человеческие. В данном случае мы имеем это как важное откровение, и поэтому для верующего человека слова нашего Господа о том, что через апостолов, а в их лике, конечно, через всех священнослужителей мы имеем возможность, мы имеем милость Божию очищаться от греха и быть прощенными, мы находим именно в этом тексте. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Почему налагается запрет ученикам никому не сказывать, что Он есть Христос? Вот в данном случае апостолы-то, находящиеся с Господом, правильно исповедовали Его Сыном Божиим. Но слово Христос о другом, слово Христос о мессианстве. И поэтому, если апостолы народу, допустим, скажут, что Иисус есть Христос, то народ может неправильно понять, какой Христос. Мы знаем, что народ ожидал другого Христа, другого Мессию, великого царя, который должен был прийти и освободить Иудею от политического и экономической зависимости от римского государства. И это могло бы привести тогда к преждевременным опасностям, которые бы нависли над нашим Господом. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалимы, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Вот здесь, в тексте, мы встречаем впервые в евангельской истории прямое, не косвенное, а прямое откровение о том, для чего пришел Господь. Для того, чтобы пострадать, для того, чтобы быть убитым, и в третий день воскреснуть. И, несмотря на то, что Господь воспитывал учеников в течение двух с половиной лет, мы видим, что это откровение, которое он дает апостолам, оно очень непросто воспринимается учениками. И дальше читаем, отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот здесь, в этом небольшом отрывке, мы можем первое, о чем, наверное, сказать, о том, что здесь Петр не сподобился откровения. Здесь он уже по-человечески начал действовать, начал рассуждать по-человечески и, конечно, пожалел Иисуса. Но, может быть, вместе с ним пожалел, конечно, и себя, поэтому, отведя в сторону Христа, сказал, «Да не будет этого с тобою». А Господь, обратившись за этим словом, обратившись, встает, по сути дела, утверждение, что Господь посмотрел на прочих учеников и сказал Петру. Зачем Господь посмотрел на прочих учеников, объясняют толкователи. Вот эти мысли Петра были свойственны им всем. Они все хотели, чтобы Христос не ходил в Иерусалим. Они все были солидарны с Петром. И поэтому в словах Христа «Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн», по сути дела, он говорит это для всех, чтобы они не покушались на то великое дело, ради которого Господь пришел. Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. То есть в данном случае действительно это Божеское дело, это воля Бога Отца, чтобы Господь взошел на Голгоф и пострадал. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо придет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими. И тогда воздаст каждому по делам Его». Это учение о крестоношении, как мы его традиционно называем, утверждает, по сути дела, очень важный аспект нашей жизни, верующих людей. Оно утверждает, что грех настолько глубоко, глубинно вошел в наше естество, то, что для нас отречение от греха сделалось отречением от нашего естества, отречением от самих себя. И Господь говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Него, Господа, ради Евангелия, ради спасения, то есть тот, кто отречется от своей греховности, тот сможет войти в вечную блаженную жизнь. И вот дальнейшие слова. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Слова, которые свидетельствуют о том, что всякая душа человеческая в глазах Божьих – драгоценнее всего мира. Если человек все сокровища мира вместе соберет и положит на весы, душа его в глазах Божьих будет дороже. И поэтому ответственность на каждого из нас Господь налагает очень великую. Потому что придет Сын Человеческий во славе Своей, и тогда вас даст каждому по делам Его. И последние слова 16 главы. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерть и как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Традиционно в контексте последующего повествования по 17 главе эти слова мы понимаем именно в смысле, что они относятся к некоторым из апостолов, которые узрят преображение Господне. Но толкователи, естественно, эти слова рассматривают и символически, и говорят о том, что в этих словах есть великий залог, что всякий, очищающий от себя греха, просвещающий свой ум, очищающий сердце, сподобляется увидеть Бога еще в этом веке. Увидеть и пережить, подобно тому, как это было у наших многих великих подвижников благочестия. Субтитры создавал DimaTorzok